Разраз киноман-пидорас! С вами я, самый унылый обзорщик ретро-игр Fallen666EHU! Ура! Наконец-то я запомнил свой ник! Сегодня я придамся ностальгии и критике! А вы ожидали, что я буду танцевать польку-бабочку в чугунных сапах, что ли? Поговорить сегодня я хочу о игре ProAmRacing 2 для NES, ну и для Dendy, если по-русски. Эта игра явный предок Rock'n'Roll Racing. Также она признана лучшей игрой 93-го года по версии Nintendo Power. Теперь о критике. Эта игра... ПОЛНЫЙ ЁБАНЫЙ ПИЗДЕС! В этой игре можно и нужно покупать новые запчасти и оружие к машине, иначе вы будете сосать! Серьезная проблема, цена этих самых запчастей и оружия охуенно большая. В лучшем случае, если вы очень хорошо будете играть, то машину можно будет прокачать до среднего-среднего ценового уровня деталей. Для кого, блять, в магазине все остальные, я не знаю. Большую часть всего, что есть в магазине, вы никогда не купите. И даже если будете экономить и охуенно ездить, никогда вы его не купите. То, что там есть. Как-то я взломал эту игру на деньги. Купил самые охуенные моторы шины. К середине игры, меня все обгоняли на полкруга. На полкруга, а то и больше. Я ничего с этим не смог сделать. Бля, где логика? А как меня с самыми лучшими деталями так обгоняли. Еще один из раз сбор букв на новую машину. Да, букв, не денег. Букв. Впрочем, это выполнимо легко, если надрочиться. Еще иногда на трассе появляется самолет и начинает кидать вас бомбы или стрелять. Если вам удается увернуться, поверьте, это, бля, случайно. Этот самолет, даже в Нинтендо Пауэр, был раскритикован как неадекватная хуйня. Музыка в игре хорошая. Но на трассах ее нет, бля. Там только суровый челябинский рев мотора. Хотя, может, это придает некую атмосферу. А может, разработчики ленивые мудаки, а хуй его знает. Еще одна деталь о ценах вспомнил. Если вы покупаете жизнь или патрон, в следующий раз они будут стоять дороже в два, а то и больше раз. И это учитывая, что деньги так всегда нихуя нет. Теперь я расскажу, как я играл в эту игру. Я вообще в шоке, что людям больше нравится смотреть летсплеи и мемори всякие, чтобы пойти, бля, и поиграть. Ну ладно, к моменту покупки этой игры у меня уже была Sony первая и более стадисты в ней. Игры к Денди я тогда тоже продолжал покупать. Не, ну а хули, я не графодрочер был и им остался. Купив эту игру, я как-то забросил ее. Но тут ко мне пришли пацаны поиграть. Когда Tekken 3 уже серьезно остапиздел, решили мы сыграть в Денди в эту игру. И тут так затянуло, что мы в Twisted Metal, бля, так не играли. Вся суть игры открылась, так сказать, в мультиплеере. Но поскольку нас было три, а игра на двоих, не, ну ладно, на четверых. Только где я мог тогда достать эту хуйню, чтобы в четверых играть? Тогда мне в голову ебнула одна идея. Я взял два кимпада, разрезал им провода и припаял все одинаковые провода кимпадов на один вход. Так получилась хрень, с помощью которой в любую игру можно было играть на двоих или на троих. Главное было договориться, кто прыгает и бьет, например, а кто идет. Хрени-то работала хорошо, но человеческий фактор не делал ее идеально. Не, а хули можно сделать, если сидящий рядом Вася решил не только прыгать, а еще и ходить. И вы оба, конечно же, жмете идти. И тогда такая хуита получалась. Больше всего, конечно же, этот раздвоитель, ладно, раздвоитель, применялся на проамрейсинге. И мы ее прошли даже так, втроем, наверное, раз в 12. Я на раздвоитель играл нечасто. Обычно я предоставлял такую честь гостям, конечно. Помню, они как-то договорились. Я газую, поворачиваю, права ты стреляй и поворачивай влево. Я, конечно, с этой идеей ржал и думал, что ничего у них не получится. Сначала у них и не получалось, но потом, прокачав скиллы, так сказать, они так прошли игру. То есть, один поворачивал, когда нужно влево, а другой, когда нужно вправо. И они так прошли эту ебаную сложную игру. Вот, вот, раньше люди сорвые были. Ну что, итог. В игре прекрасная графика, весьма запоминающаяся музыка. Совершенно, блядь, неадекватная денежная система. О чём, блядь, они думали? А ты, баты, шли солдаты, а ты, баты, на войну. А ты, баты, с автоматом защищат свою страну. А ты, баты, все убили, а ты, баты, все пиздец. И враги возьмут Россию, слава богу, на конец. А ты, баты, шли солдаты. А ты, баты, шли солдаты. Твоим хуем я кипячий красу. Я уже пять лет задеваюсь хуйсу. Хуйсу! 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 Продолжение следует...